Это невозможно, брат. У неё нет сердца, как и у её бойфранда. Они идеально сочетаются. Подобное притягивает подобное. Она его никогда не бросит. Мне показалось, у неё есть другая сторона. Вот так, Феррат. О чём это ты? В чём дело нас? Ни в чём. Мало что ли причин его уволить? Он мне не понравился. Совсем. Он просто варвар. Делает, что хочет. Плюёт на правила, которые я установила. Ты его за один день так узнала? Одного более чем достаточно. Ладно, а теперь послушай меня. Шебнем, если это о нём, то не говори ничего. Феррат, Феррат, Феррат! Он мне уже ночами снится. Что? В каком смысле снится? Нёс опять мне какую-то очередную чушь во сне. Потом подошёл и вытворял всякое. Ого, и потом? Потом я проснулась. Он треплет мне нервы даже во сне. Поэтому даже его имя не слышать не хочу. Ясно? Алло, это Шебнем. Надо срочно поговорить. Зачем она нас позвала, брат? Вчера Мерза приходила, а она что-то заподозрила. Эх, Мерза, из-за твоего любопытства нам... Идёт. Госпожа Шебнем, ваш партнёр уволила меня. Хотите извиниться? Да, уж извините. Кто ты такой? Кто я? Вы меня знаете? Не играй со мной. Я знаю, ты не работал в тех местах, что написал. Я говорила с шефом Эйпом. Он не в курсе твоих дел. Но он подтвердил, что ты один из лучших, кого он учил. Скажи спасибо, что он тебя похвалил. Иначе мы бы не разговаривали. Ты бы говорил с полицией. А теперь, шашлычник Фират, говори, кто же ты? И что тебе от нас нужно? Госпожа Шебнем, вообще-то мы... Эрген. Думаю, дальше нет смысла врать. Хорошо. Я скажу всю правду. Ладно. Но я вся внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Госпожа Нас, вы меня звали? Да. Шеф Фират больше с нами не работает, так что подготовка к вечеру ложится на вас. Как? Шеф Фират ушел? Да, он ушел. И больше не вернется. Мне очень жаль. Он был не такой, как все. Что это такое? Простите, госпожа Нас. Что с фартуком? Он не глажен. Наденьте другой. И ты пытался влюбить нас в себя. Каков был план? Но дело не в вашей подруге. Я хотел проучить этого шарлатана, что выдает себя за доктора. Но теперь все кончено. Стоп, стоп, стоп. Не говори так. Не надо. Ты хотел совершить нечто безумное. Это безумие. Но если ты чокнутый, то я еще двинутей. Госпожа Шабнем, не могли бы вы пояснить? Конечно. Нас мне больше, чем сестра. Я люблю ее больше семьи. Она мое сокровище. И я не оставлю ее в печали. Какая печаль? Она просто выйдет за докторишку. Нет уж, ее ждет много печали, если она выйдет за Таилана. Я об этом и говорю. Мне этот Таиланд совсем не по душе. Понятно? К тому же и для нее он не тот самый. А госпожа Наса-то не понимает? Она же может уйти. Это непросто. Таилан очень хитрый. Кодлый. Не знаю как, но как-то ему удается завоевать ее сердце. Чего бы она ни хотела, он тут же это дает. Сразу же. Секундочку. А от меня-то вы что хотите? Продолжи игру. И позволь помочь. А вы с ней точно подруги? Мне казалось, я ясно выразилась. Говорю тебе, сегодня Таиланд сделает нас предложение. Ты хорошо меня слышал? Прежде чем моя подруга совершит главную ошибку своей жизни, я должна предпринять что-то. Ясно? Твоя задача. Хотя бы чуть-чуть сбить ее с толку. Отвлечешь ее от Таиланда, а затем тихо исчезнешь из ее жизни. Но так, чтобы не причинить ей боль. Над этим надо тоже немного подумать. Теперь понятно. Но нет. Идем. Как? Вот так. Нет, нет, нет. Прошу, послушай. Нет. Прошу тебя. Прошу, сделай это не ради себя, понимаешь, а ради нее. К тому же, мы точно не сделаем ничего хуже, чем ее брак с доктором любви. Верно? Это же доктор любви. Умоляю. Ну, давай, соглашайся. Пока. Пока.